Кубок конфедерации турнир репетиция чемпионата мира. Его принимают 4 города. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. 8 команд лучшие из каждого континента за 2 недели сыграют 16 матчей. Для городов это серьезная проверка перед мундиалем. Опыт проведения этого турнира будет использован и самарскими организаторами. Как раз в Питер поехали для того, чтобы посмотреть, как идет подготовка в Санкт-Петербурге. В том числе завтра у нас еще бывает человек, который едет в Сочи и тоже посмотреть. Там будет Кубок конфедерации, чтобы учесть этот опыт и здесь его внедрить у нас в Самаре. Для Самары турнир тоже стал репетицией. Правда не проведение матчей, а организации фан-зоны. Гости праздника насладились концертом, участвовали в конкурсах. Вместе съели 15-метровый торт, выполненный в футбольной тематике. На сегодняшний день ведется работа на 72 дорогах. Строится стадион на 45 тысяч мест. Меняется инфраструктура города, улучшается транспорт, транспортные развязки. Город получил новое развитие во всех направлениях, от социальной сферы до благоустройства. После того, как отгремела церемония открытия Кубка конфедерации в Санкт-Петербурге, в Самаре на главной сцене фан-зоны детский театр «Задумка» показал спектакль. В представлении ребята рассказали историю чемпионатов мира, показались самые яркие танцы народов тех стран, которые уже принимали муде. Кульминация дня стартовый матч Кубка конфедераций «Россия-Новая Зеландия». Его транслировали на двух больших экранах. На наших экранах группа А, в которую входит помимо России и Новой Зеландии, которая участвует в матче открытия, а также команды Португалии и Мексики. За игрой болельщики следили пристально, вместе расстраивались с промахом и вместе искренне радовались забитым мячам. Сборная России в итоге победила новозеландцев 2-0, набрав важные и необходимые три очка. Опытные болельщики задавались вопросами о качестве игры и реализации голевых моментов. Любители просто наслаждались атмосферой спортивного праздника. Но победа пришлась всем по душе. Мы рассчитывали, что больше выиграем. Я вот рассчитывал еще как минимум два гола. Потому что мне кажется, вот один гол, который мы еще не забили, он нам откликнется. Очень круто сыграли, собрано самое главное. Ну, конечно, мы помогли им выиграть. Без нас точно бы 0-0 было. Я лояльно отношусь к футболу. Мне нравится смотреть, когда наши выигрывают. Сборная России по футболу свой первый экзамен на Кубке Конфедерации уверенно сдала, победив сборную Новой Зеландии. А Самара показала, что уже сейчас способна принять чемпионат мира, который будет через год. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.